Открыть туристический сезон уже с 1 июня призывает бывший руководитель Алтай-турцентра Татьяна Сажаева, известный эксперт в области туризма. Она уверяет, если этого не сделать сейчас, то тысячи предпринимателей окажутся без средств к существованию и нужно незамедлительно открыть внутренние маршруты. Со мной сейчас в студии Илья Кочетков. Илья, здравствуй. Привет. Ну, ты такой у нас турист бывалый, со стажем, что называется. Как тебе это предложение? Я так скажу. Если погода и дальше продолжит нас радовать такими буквально жаркими солнечными деньками, то только строжайший карантин удержит людей по домам. Правдами и неправдами они поедут на природу, в горы, будут как-то договариваться с владельцами баз, это неизбежно. И что мы тогда в итоге получим, совершенно непонятно. Но Татьяна Сажаева, автор обращения, гораздо больший эксперт в области туризма, нежели я. И давайте вот выслушаем ее мнение, почему нужно незамедлительно перезапускать внутренний туризм на Алтае. Здравствуйте, Илья. И к вопросу о сроках запуска турбизнеса на Алтае. Мое мнение однозначно, если это не сделать 1 июня, то тогда сезон для тысячи предпринимателей будет не просто потерян. Они не смогут просто накопить жирок, чтобы хотя бы прожить зиму. Многие эксперты говорят, речь идет буквально о выживании целой отрасли. Многие турфирмы занимаются и выездным туризмом, и внутренним. И хотя бы поездки в Горный Алта, Белокуриху и так далее позволят им остаться на плаву. Но вот вопрос, а если люди не захотят больше толпиться в гостевых домах и отелях? Вот я, например, очень люблю отдыхать в палатке. Поставил палатку и вокруг никого мне хорошо. А что, если разовьется палаточный туризм? Мы обратились к эксперту, который очень хорошо разбирается в тонкостях спроса. Это Ольга Решко. Давайте ее выслушаем. Основная масса туристов привыкла к определенному комфорту, к определенному сервису. И поэтому ждет открытие турфирм для того, чтобы планировать свой отпуск. Конечно, с соблюдением всех рекомендаций Госпотребнадзора. То есть влажная уборка помещений, масочный режим, дезинфекция, в общем, соблюдение всех возможных норм. Владельцы многих баз признаются, вообще-то в их интересах все это соблюдать. Потому что, не дай бог, случится какая-то вспышка, их закроют совсем и тогда жалуются сколько угодно. В связи с этим интересно, как обстоят дела вот в других странах. Мой хороший друг и эксперт по международному туризму Александр Пермяков сидит сейчас на изоляции. Но он в курсе, как обстоят дела в разных странах. Грузия планирует открыть свой внутренний туризм с 15 июня. И, скорее всего, международный туризм с 1 июля. Но при этом в Грузии будут такие, вероятнее всего, в Грузии будут такие особенные зоны, такие туристические зоны, в которых будет особенное внимание для, не знаю, предотвращения распространения всего этого коронавируса. Коронавируса. Франция и Италия, насколько я знаю, планируют открывать свои границы только для граждан Европейского Союза в этом году. Ну, то есть, как бы открывают и в то же время не открывают. Осторожно, с оговорками, но перезапускают туристическую индустрию. Правда, в той же самой Европе пик пандемии уже пройден. А когда мы в России выйдем на так называемое плато, пока непонятно. Многое пока непонятно. Возможно, именно поэтому Алтайское краевое управление по туризму до сих пор не отреагировало на обращения Татьяны Сажаевой. Ну, а представители туристической отрасли с тоской смотрят на убегающие теплые деньки и надеются на лучшее.